Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие Университета рабочих респондентов. Тема занятия «О требованиях рабочего класса по улучшению своего положения в условиях специальной военной операции». Занятие ведет делегат Российского комитета рабочих Дмитрий Юрьевич Шилов. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Российский комитет рабочих рекомендует трудящимся в условиях специальной военной операции В связи с тем, что рабочий класс несет на себе большую нагрузку В связи с нехваткой рабочих рук и прочими проблемами Российский комитет рабочих рекомендует усилить борьбу за интересы рабочего класса В связи с тем, что в 2022 году работодатель принял закон Закон о том, что возможно привлекать к работе всех урочных работников без их согласия То есть наступление на наши права продолжается И в этих условиях нам необходимо усилить свою работу в этом направлении И первым пунктом выступает требование повысить заработную плату на 100 тысяч рублей Сумма эта обусловлена тем, что стоимость рабочей силы известная Средняя порядка 300 тысяч рублей в месяц Для Санкт-Петербурга, может быть, такого порядка, около этого Для Москвы 300 тысяч Но, собственно, исходя из стоимости рабочей силы А, как известно, стоимость рабочей силы Обусловлена необходимыми предметами Необходимыми для обеспечения работника Члены его семьи Услугами Необходимыми для развития работника Для воспроизводства рабочей силы Так как проблема эта острая Как я уже сказал, все это не знаем Вот, значит, нехватка рабочих рук Вот, значит, население России продолжает сокращаться темпами Где-то каждые два года мы теряем по миллиону наших граждан Вот, а тоже это все во многом зависит от уровня жизни Вот, то есть уровня заработной платы Которая сегодня ниже стоимости Несколько раз Вот, то есть Те меры, которые предлагает правительство сегодня То есть, ну, это Поддержка, там, семьи, да Вот, чтобы, значит, рожали детей Да, вот это все мы слышим Давайте рожайте, да Давайте, значит, население увеличивать Но, извините, если зарплата, там, то самое Ну, пусть даже, там, семьдесят тысяч, восемьдесят тысяч Но это сегодняшний день, это, ну, на сегодняшний день это немного Это небольшие зарплаты Вот, потому что, ну, магазин Сходите в магазин, посмотрите Цены, там, насколько они выросли За последние, там, несколько лет Вот, это, ну, Некоторые продукты, мне кажется, и в два раза Подорожали уже И, может быть, и больше Ну, взять, там, пять лет, к примеру А проводили, проводилась ли Индексация Вот, может быть, и проводилась где-то Ну, она не сможет, да, значит Восполнить это отставание, да То есть, вот, вот эта задача Как раз-таки, вот Это задача для рабочего класса Потому что цену, как мы знаем Повышает продавец рабочей силы А не покупатель, да То есть, вот тоже это надо Нашим товарищам, рабочим Вот это понять Что Не нужно ждать Когда покупатель Значит, захочет покупать товар дороже Это Абсурдно Это, ну, при капитализме так не работает Это Вот, то есть Это проблема, да Наш народ еще Немножко Сознание в своем Живет Возможно, еще Советскими Представлениями Вот, что Значит Там, начальство, да Ему беднее Там Что же они не повышают, да Вот, ну, как не повышают Да потому что капитализм Товарищ Уже Тридцать лет, как капитализм Вот, ну Классики предупреждали Что сознание Отстает от бытия Ну, как-то надо Это самое Догонять уже Пора уже Мне кажется Иначе Так недалеко И вообще И Вымрет Рабочий класс Вот Кстати говоря В связи с этим Недавно Даже прокуратура Уже Озаботилась Этой проблемой Да, что В общем Что рабочий класс Как-то Ну Пассивно Да, где-то То есть Сами капиталисты Уже Приняли закон Такой Прокуратура Да Это сама Издала закон О том, чтобы Осуществлять Надзор Надзор За Выполнением Закона Значит В области Трудовых отношений Да То есть Вот Видимо Видя Что Капиталист В своей Значит Алчности Готов И Дальше Да Несмотря на Все вот Условия Да Что Вот Это НАТО Там Напирает Все Значит Враги Кругом В кольцо Сжимает Нас Это Тем не менее Все-таки Капиталист Думает О прибыли Вот Иначе Он Не был Капиталистом Вот И поэтому Уже Прокуратура То есть Озаботилась Этим вопросом Ну А мы Как-то Все Что-то Не Решаемся Но кому Кому Это надо Если Было Такое Уже Усторие Такие Случаи Что В Англии Когда Капитализм Бурно Развивался Да То есть Настолько Значит Капитал Дошел Своем Рвение Да Эксплуатации Рабочих Что уже Существовала Угроза Значит Вымирания То есть Деградация Настолько Сильная Шла Что И Детский Труд Там И все Это Вот Что Еще Немного Уже Некого Было Эксплуатировать Какая То В этом Есть Параллель С нашим Временем Когда Рабочих Рук Нет Все Об Этому Говорят Ну А капиталист Он думает О прибыли И все И продолжает Наседать Наседать И наседать И наседать Тем более Что Видя Как бы Что Нет достойного Отпора С нашей Стороны Вот Это Наступление Продолжается И будет Продолжаться То есть И До чего Можно дойти В этом Ну Предела Женет Как бы Это Если бы Капиталист Хотел Значит В идеале Вообще Бесплатно Да Не платить Вообще За рабочую силу Да До такого Еще Не дошло Конечно Но Ну Тоже Бывают Случаи Задержки Зарплаты И И Банкротят Предприятия Не выплачивают И Кидают В общем Рабочих Все это Есть И сейчас И до сих пор Еще Вот Значит Поэтому Вот На сто тысяч Поднять Да Ну Я Ну Конечно Вот Может быть Кто-то Скажет Что Вот Хорошо Ну Вот Она На этом Самом Наши Товарищи Сейчас Воюют Да Это Там Зарплаты У них Высокие Там То есть 200 тысяч Там Да Я Такие Цифры Слышал Что Зарплаты Участников Боевых Действий Ну Как бы Это Это Тоже Я Считаю Не Ну Не Предел То есть Это Но Нужно Исходить Из Стоимости Рабочей Силы Вот То есть Если Если мы Будем Бороться Да За За повышение Уровня Зарплаты Ну Возможно И Вырастет Зарплата У Военнослужащих Тоже Еще Вырастет Значит Может быть Им будут Платить Больше В любом Случа Рабочий Класс Это Ну Локомотив То есть Нужно Отталкиваться Вот от Того Что Это Самый Прогрессивный Класс На сегодняшний День Вот То есть И Военные Которые Пошли Да Сейчас Служить В армии Это Тоже Рабочие Ну Многие Солдаты Это Призванные Рабочие Которые Сейчас С оружием В руках Защищают Нашу Родину От фашистов Американских Ну Вот Поэтому Вот Это Наше Общее Дело То есть Мы В ТУ Делаем Не менее Важную Важную Задачу Выполняем Поэтому И Борясь За Свои Права За свои Своё Так сказать Место Под солнцем Мы Помогаем Фронту И промышленности Развиваться И нашей стране Вот Так как Будет Деньги Да Вот Если Опять же Эти деньги Которые Сейчас Сейчас Куда они уходят Эти денечки Наши Да Не доплачены Они уходят Уходят Это Примерно Сказать Что Офшорные Эти все Дела Работают Никуда Не прикрылось Ничего Все Все Это уходит В общем За границу А за границу Это что Это Ну Фактически Наши враги Ну Вот так Страны НАТО Это Сколько Их там Жив Много Валенси Все Это Крутится Там Вот То есть Ну В капитализме Много Такого В общем Нехорошего Которые Такие События Вскрывает Эти все Вещи И Конечно Ну Очень Это Неприятно И Тяжело Об этом Думать Вот Но Это Правда Жизни Вот А Если Эти Деньги Пойдут Насчет Зарплаты То Они Пойдут В экономику Страны Будут Значит Услуги Значит Тоже Развиваться Различные То есть Вся Экономика Кровь Как бы Да Вот Эта Деньги Экономики Они Пойдут Будут Крутиться У нас В стране Уже Вот Значит Дали Ежеквартально Повышать Зарплату На уровень Инфляции Плюс 5% Сверху Вот То есть Мы видим Рост цен Сегодня Темпы Ну Довольно-таки Приличные Вот И Скорее всего Есть такое Предположение Что они И дальше Будут Повышаться Вот В связи С этим Предполагается Предлагается Да Российским Работам Установить Такое Требование То есть Не ежегодное Да Уровень Инфляции То есть А Ежеквартальное Вот Но это Я считаю Очень Правильно Своевременно И Ну К тому же То есть В этом Вопросе Не нужно Расслабляться Вообще Такой Такой Вопрос Как Ну Зарплата Это Это же Тоже Зачем Мы ходим На работу То есть Мы же То есть За деньги Да Продаем Свой труд Вот Ну От этого Зависит Благополучие Семьи Детей Наших Вот Ну Очень важный Вопрос И Как Лично Для каждого Так И Для Развития Экономики В целом К тому же Рост Значит Зарплат Да И повышение Оровня зарплаты До стоимости Будет Подталкивать Как бы Собственников Средств производства К внедрению Новой техники То есть Получение Максимальной Прибыли За счет Внедрения Опять же Техники А Поскольку Сегодня Существует Действует Как бы Сверх Эксплуатация Рабочего Класса Ну Мотивации Нет Не хватает Мотивации Да У Собственников Повышать Прибыли За счет Внедрения Техники Потому что Ну как Старая Пословица Была Что Два Солдата Из Сурайбата Заменят Экскаватор Ну вот В принципе Есть порог Там Как-то У Маркса Применение Машин То есть Выгоды От этого То есть Если Ну Зарплаты Низкие И Ну Зарплаты Низкие И Собственно Прибыль Прибыли Высокие Ну а Собственно Зачем Тогда Вот Это Получается Деградация То есть Топчемся На месте И И В этом Есть Наша Наша Доля Ответственности Вот Как Рабочих То есть Из-за нашей Пассивности Тоже В какой-то Степени То что Не боремся В достаточной Мере Еще За эти За свою Зарплату То есть Ну Прокуратура Уже Обеспокоена Что Этим Вот Так что Тоже Это Все Да Инфляция В общем Мой Опережающий Тэмп Должен Инфляции Быть Чтобы Вот Поскольку Индексация Это все равно Ну Это Не 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 Соответствует Если Только Индексация Это не Соответствует Статье Содрит Четвертый О Повышении Уровня Реального Содержания Заработной Платы Это Такой Догоняющий Как бы Отстающий Все равно Показатель Если Только Инфляция Значит Третье Установить Долю Постоянной Части Заработной Платы На уровне Не менее 80% Ну Это Понятно Чтобы Исключить Всевозможные Хитрости Работодателя Чтобы Не было Соблазна За счет Премии Значит Как-то Проявлять Проявлять Волонтаризм Волонтаризм Повысить Оплату Сверхурочных Работ Первые Два Часа Должны Оплачиваться В двойном Размере А последующие В тройном Размере Вот Это Тоже Очень Актуально В том Плане Что Ну Во-первых Нагрузка Большая И Пенсионный Возраст Увеличен И Ну Вообще Рабочие Работают Физически Трудится Труд Тяжелый Зачастую Вот Ну У кого-то Получше Полегче У кого-то Потяжелее Но в целом Ну Нагрузка Большая На работе У нас Там На работе Парень Короче Ну Молодой Это Пришел Ну Значит Работал Несколько Месяцев Ну Короче По максимуму Сколько Вот Сколько Можно Столько Он Работал Случай Такой Ну И Сколько Он Проработал Так Месяца Наверное Три Четыре Ну И Все А Сейчас С давлением Мучается Короче Ходит Ну Уже Это Сам После Отпуска Пришел А давление Все равно Высокое Вот Ну И все И теперь Не работает Вообще Ну В смысле Сверхуручка Так Так Что Это Все Не Шутки На Сам Деле Это И Риск Инсультов Повышается И Ну Серьезно И Ресурс Ресурс Как Моторесурс Моточасы Своей Выработал И Все Как бы А до Пенсии Еще У меня Еще Например Сколько Вы Наверное Лет 15 Еще До Пенсии Вот Поэтому Ну Как бы Эта мера Такая Она Ограничивающая Скорее Вот То есть Ну А если Капиталисту Собственнику Очень надо Ну Хорошо Пусть Платят Но По крайней Мере Уж Чтобы Было За что Да Тратить Сво Здоровье Угрозы Подвергать Угрозе Свою Здоровье Жизнь Вот Чтобы Тоже Знали Что Это Самое Что Мы Просто Так Это Самое Они Не готовы Жертвовать Ну Все Понятно Там Вот Это Сво Там Да Нужно Там Вот Но И Нужно Думать Ну Как О Продолжение Нашего Воспроизводства Рабочей силы Там О Детях То есть Это Все Взаимосвязано Поэтому Очень Это Все Тоже Важное Переработки Это Вообще По-моему Такой Бич Сейчас Вот Да Ну И к тому же Безработица Тоже Да Получается Одни Там За Воротами Стоят Как бы Без Дела А Другие Вот Это Самое За себя Как бы Из-за Того Парня Тоже Ненормальная Нормальная Ситуация Вот Значит После Окончания СВО Предоставить Трудящимся Компенсации В виде Дополнительных Дней Отпуска Вот Ну Отпуска Да Это Тоже Очень Важно Все Вот То есть Это Не против Потрудиться И Ну То есть Ну Наш Наш Интерес Давайте Тоже Учитывать Вот А не только Как бы От нас Все Это Самое Мобилизовываться Так всем Уже Понимаете То есть Почему Должны Мобилизовываться Рабочие Да А Капиталист Он Ну Не знаю Там Как он Там Мобилизовывается Что Это Самое Ну Короче Так Справедливо Нужно Все Ну Или По крайней Мере Конечно О справедливости Такое Говорить О Моликапитализме Сложно Но За нее Надо бороться Она Справедливость Она Если Ну Ждать ее То Ждать Долго Значит Создавать Создать Столовая Или Комната Приема Пищи С доставкой Горячих Обедов На Предприятии Ну Это Актуально Особенно Где-то В полевых Условиях Если Люди Трудятся Там И Там Что-то Там С собой Берут Какие-то Бутерброды Это Тоже Все Ненормально Должно Должно Быть Нормальное Питание Это Очень Все Взаимосвязано Со Здоровьем Очень Зависит От Это Но Да И Производительность Труда Если Человек Там Плохо Покушал Так Что От него Ждать Какой Производительности Вот Значит Для Работников Ночных Смен Организовать Бесплатный Транспорт К месту Работы И обратно До места Жительства Организовывать Медкабинеты Или кабинеты Фельдшеров На предприятиях Да Ну Все Это Да Тоже Касается Здоровья И Все Очень Важно Ну Слава Богу У нас Это Есть Где-то Где-то Нет Это Должно Быть Обязательно Вот Как Раньше Были В советское Время Кабинеты И В общем-то Фельдшеры Были На Предприятиях Ну И Это Самое Надо К этому Стремиться Требоваться Работодателя Если Этого Нет То Значит Чтобы Предоставили Просто Ну Как Б Ждать Когда Прокуратура Этим Займется Ну Тоже Нет У них Дел Тоже Вот Так Вот Выше Крыша Я думаю Конечно Очень Хорошо Что Озаботились Правительство Буржуазное Правительство Озаботилось Ну Правительство Капиталистическое Все Так У нас Государство И Задача Значит Ну Проблемы Рабочего Класса Они Не На Первом Месте Я Думаю У Государства Просто Сейчас Уже Такая Ситуация Сложилась Что Ну Как Ресурс То есть Это же Ну Трудовой Ресурс Да В общем Такой же Как Для Капиталиста Это Такой же Значит Ресурс Как Электроэнергия Или Значит Предметы Труда Там То есть Не Более Я Думаю Как То есть Все Эти Вопросы Нам Надо Брать Значит И Решать Решать Сами Самим Свои Проблемы Вот А то Что Есть Это Движение Со Стороны Правительства Надо Использовать И С Благодарностью В общем-то Это Воспринимать Надо Пользоваться И Понимать Что Это Только Подспорья Они Ну Не Как бы Не Не Панацея Что Ничего За нас Никто Не будет Ничего Это Решать Вот Значит Для Работников Ночных Смен Организовать Бесплатный Транспорт Да Это Я уже Читал Значит Организовать Медкабинеты Организовать Курсы Оказание Первой Помощи Для Всех Работников Предприятий Ну Вот Тоже Казалось Да Сейчас Где Вот Занятия Да Вот Такая Уже Можно Сказать Как Предвоенная Да Ситуация Там Да А где Вот Это Как Раньше Была Гражданская Оборона Случаи Там Различные На Производстве Травматизм Бывает Зачастую Тоже Оказание Первой Помощи Ну Где Вот Это Все Противогазы Там Это Обучение Какое-то То есть Как себя Вести В каких Ситуациях Нас Этому Не Учат И Уже Забыли Многие То есть Это Нужно Требовать Потому что Ну Поскольку Работодатель Тоже Не особо В этом Направлении Как-то Мы Не Видим У него Такого Стремления Да Тратить Рабочее Время На это Ну Всего Году Прибыли Проводить Создоровительные Меры Для Работников За счет Предприятий Вот Оздоровительные Меры Ну Вот Хочется Сказать Что Большое Предприятие У нас Есть Даже Бассейн Там Свой Залы Какие-то Вот Но Не 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 Работодатель Думает Что Нам Не Надо Это И Поэтому Продает Там Эти Ну Налево Как бы Потому что Деньги Опять же Это же Деньги Там Зал Можно Использовать А в аренду Сдавать Вот Но Опять же Если 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 Мы Этого Не Не Потребуем Не Не Обозначим Как Да Необходимое Словие Так И не Будет Этого Потому что Ну Никто Не Будет О нас Заботиться Вот Так Как Мы Будем О себе Заботиться Вообще Нужно Как Б Это Заявлять Да О своих Потребностях То есть Если Человек Молчит Да Значит Ему Не Надо Видимо Так Рассуждают Ну Это Логично В общем То Вот А Заявлять Как Ну В курилке Там Поговорить Ну Поговорили И все И забыли Вот А Есть Определенная Форма Да Есть Форма Взаимодействия Значит Коллектива С работодателем Вот То есть Это все Прописано В трудовом Законодательстве Все По шагам По шагам Там Разобрано Все Поэтапно Очень Понятно В принципе И Логично Ну Довольно Таки Не просто Не простая Схема Алгоритм Такой Ну В принципе В принципе Ничего Такого Там Сверхъестественного Нет Значит Написали Написали Значит Требования Там Достаточно На один Лист Вот Проект Проект Изменения Дополнения Коллективный Договор Да вот Даже Взять Вот эти 14 пунктов Вот уже Готовый проект Коллектив Если Поддержит А это В принципе Все Понимают Что это Правильно Это Хорошо Ну Если мы Хотим Достойно Жить Развиваться Как Как Класс Как Единица Каждая То есть У нас У рабочих Другого Нет Пути Как Улучшить Свою Жизнь Как Объединиться С товарищами За Свои Интересы Начательность Требовать Вот Значит Далее Оформить Полис ДМС Для каждого Работника За счет Работодателя Ну До Большого Предприятия Там Для Крупного Значит Не Проблема Вообще Я думаю ДМС Это Ну Опять же Это Вклад Да В развитие Производства Нормальный Ну Нормальный Работодатель Этот Понимает Да То есть Дальновидный Человек Который На небольшую Перспективу Да Думает Там Да То есть Только Урвать Как бы Прибыль Сегодня А если Не временщики А Нормальные Капиталисты Да Они должны Это Понимать Но У нас Капиталисты Такие В общем-то Ну Как сказать Нормальные Ненормальные Ну Какие Есть Вот Поэтому Ну Поэтому Опять же Все это Вот это Наши Вопросы Кому Нужен Этот ДМС Нужно Нужен Вот Значит Надо Опять же Это Заявлять Вести Рабочий Контроль Над Условиями Труда И его Охраны В том числе Привлечь Рабочих В комиссию По охране Труда И в комиссию По проведению Специальной Оценки Условий Труда Да Ну Есть В Трудовом Кодексе Там Значит Положение Об Инспекторах Значит По охране Труда Ну И конечно Рабочим Надо в этом Участвовать Потому что Ну Это Нарушение В этой сфере Это Наши Наши Жизни Наше Здоровье Угроза Травматизма То есть Мы знаем Как Что Опасно Что Не Опасно Там Надо Туда Тоже Включать Значит Наших Людей Туда Угядрять В эти Комиссии Чтобы Следили За Выполнением Закона И В сфере Значит Безопасности По охране Труда Усилить Контроль За соблюдением Трудового Кодекса Российской Федерации Для Рабочих Которые Трудятся Во Вредных Опасных Условиях Не допускать Нарушения И Своевременно Информировать О О Них Надзорные Органы К сожалению Так получилось На нашем Предприятии Что Вредности Мы Решились Хотя В принципе Ну Я Подозреваю Что Она Есть Но Опять Ж Провели Вот Этот Сол Ну Не Смогли Мы В общем Не Смогли Отстоять Но Сделали Так Все Короче Ладно Уже Нет Нет Когда Летом Пришли Там Померили Когда Никого Нет В Отпуске Все Были Вот Ну Надо Стараться То Это Не Значит Что Все Теперь Ручки Опустили Как Да И Все Потому Что Ну Есть Есть Там Все Это Есть Пары Свинца Никуда Не Делись Там Вытяжка Вытяжка Как Все Равно Это Кислоты Там Что Только Нет И Эти Самые Герметики Можно Мне Кажется Все Это Вернуть Было Желание Желание Должно Быть Потому Что Это Опять Же Дополнительные Отпуска Отбавки Вот Не Хватает Конечно Семи Дней То Что У нас Отобрали Молодым Рабочим Предоставлять Комнату В общежитии За счет Работодателя Или Компенсировать Съем Жилой Площади Ну Вот Как раз То Что Сейчас Правительство Тоже Обеспокоено Проблемами Молодежи Рождаемость Надо Делать Повышать Все это Как Тоже В этом Ключе Ну Что Правительство Они Хотят Говорят Вот Давайте Там За Третьего Ребенка Там Что Что Значит Это Деньги Да Капитал Материнский Ну Конечно Хорошо Но Он Капитал То Он Это Самое Ну Там Если Квартиру Там Что Покупать А Жить Все Рано Надо Каждый День Деньги Нужны Там Садики Там Это Все Это Большие Деньги Школы Вот Это Ну Не Каждый Решится На Такой Шаг Вот То Есть Или Квартиру Давали Почему Не Дать Квартиры Сейчас Людям Сколько Сейчас Жилья Стоит Пустого Не Не Это Само Не Не Продается А Молодым Жить Негде То Есть Вот О чем Мы Подумали Да Вот Поэтому Вот Как бы Завод Это Маленькое Государство Если Вот Со Своим Законом Да Который Вот Трудовой Кодекс И Коллективный Договор Конституция То есть Надо Действовать Товарищи В общем-то И Процесс Этот Интересный Потому что Ну просто Ходить Как бы Да Ходить Вот так Вот Как Это Самое Робот Да Выполнять Выполнять Одну И Тоже Работу Однообразную Достаточно Ну Это Просто Даже Ну Тупеешь От Этого Вот И Тупеешь И Такое Состояние Как бы Вот Это Однообразие Это Угнетает Это То есть А Когда Коллектив У коллектива Есть цель Вот Есть К чему Стремиться Есть Как По пунктам Все Расписано Изложено То И Есть Общая Общая Задача То есть Плачивает И И Придает Какой-то Смысл Какой-то Интерес Свежесть Вот В Это В отношения Да В трудовые И капиталисту Тоже От этого Ну Не Убудет Не Убудет Потому Что Вырастет Все И Производительность Вырастет Труда Если Работники Будут С настроением Ходить На работу Получать Зарплату Достойную Станки Придется Купить В общем Все Все Заживется Зашевелится А главное Что Ситуация Такая Сейчас Что Не Будет Ничего Если Не Не Будет Бороться Да Раблячий Класс Ну Не 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 Победить Нам Наверное Потому Что Капиталисты Все Таки У них За Границей Там Высокие Технологии Все Все Что У нас Было Тоже 30 Лет Отставания Разрыв Увеличивается И Это Просто Сейчас Необходимо Становится Чтобы Чтобы Внедрить В Производство Новые Значит Новые Новые Технологии Новые Станки Там Электронику Да Много Чего Нужно Сейчас В Условиях СВО Я думаю Все Понимают Это Что Надо Со Своей Стороны Что Можем Что Что От Нас Зависит Это Вот Работать Выполнять Задачи И Бороться За Свои Права И Насколько Это Будет Успешная Борьба И Зависит И Успех В Целом Нашей Страны Победе Значит Над Американским Фашизмом Спасибо Вопросы Поступили Может ли Нехватка Рабочей Силы Привести К набору По контракту Как при Наборе Войска На СВО Да Я думаю Что Может В общем То Работодатель Ну Наверное Заинтересован Заинтересован Сейчас И Вот Эти Какой-то Аутсорсинг Значит Где-то Применяется Но Рабочих Сложно Как бы Ну Там Где-то На предприятиях Оборонных С улицы Не возьмешь Для старбайтеров Потому что Это Квалифицированный Труд Высокая Достаточно Квалификация Нужна Долго Долго Нужно Обучать Кадров Чтобы Чтобы Эта Продукция Была Высокого уровня Достаточно Для Задач Обороны Но Теоретически Наверное Может Быть Но Я Такого Не Не Вижу Пока Что Единственное Что Мне Там Тоже Приходят Иногда Эти СМС Что По Вахтой Предлагают Вахтовый Метод Ну Это Просто Форма Другая Вахта Вахта Это Ну То То Есть Видимо Где-то Вот Нужны Там Врезания Рабочие Чему-то Вахты Наверное Своих Там Нет Уже Местных Нет Сейчас Все В городах Вот Они Собирают По Городам Людей Отправляют Туда Потому Что Какая Тенденция Сейчас В города Все Съезжаются Глубинка Россия Пустует Все Уезжают Из Регионов А Это Тоже Плохо Потому Что Это То Что Есть У С рабочими Такая Ситуация Что В регионах Мало Людей Становится Следующий вопрос Сколько Рабочих Из твоего Коллектива Думают Как Ты Заботятся Стране И Сколько Общие Проблемы Не Интересны Ну Когда Разговариваешь В общем-то Многие Соглашаются С этим Я Все Таки Член Рабочей Партии Там Я Как Сможно Сказать Сознательно Рабочий Многие Проблемы Отзываются Многое То есть Ну Такого Прям Это Рвения Сильного Нет Но Что-то Что-то Мы находим Какие-то Общие Вот И на этом Надо Строить Как бы Да Наши Число Скажи Число Ну Меньшинстве Все-таки Общность Есть В коллективе Есть Общность Какая-то Но Такого Пока Нет Единства Чтобы Значит Не проводились Исследности Ну Да Такого Меньшества Ответ Дальше Докладчик Сообщил Что Прокуратура Приняла Закон Задачей Этого Органа Всегда Был Надзор За Единообразным Соблюдением Законов Принятых Другими Органами Ну Здесь Перечисление Тех Органов Или Часть Своих Функций Госдума Зак Собрания Спихнули На Прокуратуру Прокуратура Соблюдает Законность Да Это Надзор За Соблюдением Закона Все Вот Это Иговорка Была Дальше Дальше Дем Вы Говорили Повышать Рождаемость А Зачем Плодить Голодранцев Нищих Оказан Отпущенных На Дно Ну Значит Сейчас Вообще Спохватились Тоже Сейчас Вот Заговорили О Повышении Престижа Да Рабочего Рабочего Да Чтобы Значит Надо Повысить Повысить Ну Как-то То есть Престиж Снимать Какие-то Фильмы Кто-то Предлагает О рабочих Там Что-то Значит Показывать Там День Открытых Дверей Вот Ну Значит Оттого Насколько Наш Уровень То есть Я считаю Что Это Конечно Хорошо Все Да Все Это Правильно Вот Но Престиж Он У нас Сейчас Деньга Когда Как бы Измеряется Все Вот То есть Ну Прежде Всего Молодежь Смотрит На То Сколько А Сколько Зарабатывать Да Сколько И если На заводе Допустим Я Молодой Человек Там Ну Знаю Что На заводе Платят Больше Чем Скажем Там В Каком Нибудь Коммерческой Там Структуре Там Так И Почему Нет И Я бы Пошел Если Там Хорошие Деньги Будут Платить Так Вот То есть Опять же Все Упирается В Этот Сам Заработную Плату И Престиж Это Тоже Заработная Плата Если Будут Платить Хорошо Если Мы Добьемся Достойного Достойная Плата Так И Молодежь Потянется И Люди Будут Рожать Не Гладранцев А Достойных Членов Общества Воспитывать Пропаганде В партийной Печати Регулярно Надо Приводить Примеры Забастовок В других Странах В наше Время И Успехов Рабочего Класса В результате Этих Статчик Также Надо Цитировать Статик Зод Трудового Кодекса Более Прогрессивный Чем Зод РФ Принятый В КНДР Других Соц Странах Да И в ряде Капиталистических Стран Франции Швеции Где Шестичасовой Рабочий День Ну Это не вопрос Утверждения Вы согласны? Вопрос Вопрос Закончили Выступления Нет Заключительное Слово Еще Такую Важную Вещь Хотел Сказать Что Мне кажется Важная Что Не Не хватает Идеологии Да Сейчас У нас В стране Да Как у нас И по Конституции Ее нет Да Идеологии А почему Так Происходит Что Идеологии Нет Такая Страна Государство Махина Вот Это И Нет Идеологии Ну Я так Думаю Что Идеология Она Она Есть Все равно Не бывает Что нет Идеологии Без Идеи Без Идеи Как Ну Нельзя Человек Все равно Думает О чем То Люди Вот Но Идея Буржуазной Идеологии Она Ну Такая Меркантильная Что Говорить О ней Стыдно Вот Если На государственном Уровне Да Говорить О Значит О деньгах Да О том Что Ну А так Ведь И есть Что Сейчас Это Сам Все На Все На Деньги Да Завязано Вот Поэтому Поэтому Просто Наверное Неприлично Как-то Некрасиво Об этом Говорить Не хотят Идеология Рабочего Класса Это Идеология Справедливости Это Вот Коллективизм Вот То есть Противоположность Эгоизму Да И вот Рвачество Там Вот этому Алчности Вот То есть Вообще Русские Люди Они Тяготеют Справедливости Это Вот У нас Всегда Мне кажется Было И Справедливость Она Как Вот Присуща Вот Рабочему Классу То есть Стремление Да Справедливости Поскольку Рабочий Класс Он Ну Сейчас Больше всех Как говорится Страдает От ее Нехватки И На войне И И в ТУ Больше всех Несет Эту нагрузку То есть Хочется Конечно Чтобы Вот Это Наша Идеология Она Укреплялась Расширялась И Чем Не Не идея Вот Эта Борьба Рабочих За За Лучшую Жизнь За Условия За Развитие Нашей Страны Это Даже Отличная Идея То есть Для Для всех В принципе Трудящихся Вот Это настоящий Патриотизм Я считаю Сегодня То есть Бороться За Производство За Развитие Нашей Страны Вот Это Реальная Возможность Есть такая Закон Это позволяет То есть Я считаю Что Вот это Может стать Нашей Нашей Идеологией Для 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 Всех Кто Понимает Что От Развития Рабочего Класса Зависит Развитие Страны И Победа В Войне Спасибо Объявление Встречаемся В следующий Четверг Тема Занятия Профсоюзный Контроль За Соблюдением Законодательства В морской Отрасли Ведет Занятие Председатель Межрегионального Профсоюза Работников Флота Морской Профсоюз Юрий Викторович Курнаков Встречаемся В следующий Четверг Продолжение следует